ПЕСНЯ 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 Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня 20 марта. Мы рады вас приветствовать на Нижегородской земле, для того чтобы принять участие в семинаре Фонда Рабочей Академии и Федерации профсоюзов России, Российский комитет рабочих. Всем, кто здесь присутствует, было направлено информационное письмо с повесткой дня. Те вопросы, которые будут сегодня здесь звучать. Но организационная комиссия маленечко изменила повестку. Был предложен в повестку еще один вопрос. Мы сейчас еще раз озвучим повестку, утвердим ее, проголосуем за регламент, ознакомим тех, кто в первый раз присутствует и напомним тем, кто уже пребывал на Российском комитете рабочих с регламентом работы, как все это у нас происходит. Ну и начнем с доклада. По актуитетам Российского комитета рабочих была предложена повестка текущего заседания Российского комитета рабочих. Первый вопрос о создании рабочих секций в профсоюзных организациях. Докладчик Гринев. Второй вопрос. Выдвижение работниками требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора. Кабли докладчик. Третий вопрос. Действия профсоюзов по защите интересов работников в обстановке коронавируса. Докладчик Гиль. И четвертый вопрос. Включение в коллективный договор норм труда и оплаты, правил и норм охраны труда и техники безопасности, отвечающих интересам работников. Докладчик Гринев. Уважаемые товарищи, предлагается проголосовать, утвердить повестку для начала работы. Если есть какие-то у кого-то предложения, сказывайтесь. Если предложения нет, предлагается проголосовать, утвердить повестку для и приступить к работе Российского комитета рабочих. Предложение есть, предложение нет. Прошу голосовать тех, кто имеет мандат с решающим голосом. Кто за? Кто за? Против. Выдержавшийся. Единогласно. Спасибо. Регламент. Регламент. Так, нам да, нужно принять регламент. Значит, предлагается, уважаемые товарищи, работу с 10 до 18.00. С 13.30 часовой перерыв на обед. Значит, со следующей повесткой. Значит, для доклада предлагается для основного доклада 20 минут, для выступления в прениях до 7 минут. Всем выступающим здесь предлагается и товарищам с решающим голосом, но и ведущим тоже следить за регламентом. Просьба, чтобы укладывались товарищи в регламент, выступали по существу. Вот, как бы, потому что четыре вопроса, время достаточно все-таки ограничено, чтобы нам выработать нормальные проекты постановлений для того, чтобы их принять за основу, да, и потом уже над ними, как бы, после окончания сегодняшней работы уже работать с теми проектами, которые будут принять за основу. Ну, мы переходим к первому вопросу для доклада. Отчет мандатной комиссии готов? Ну, мы его вставим, да, в течении. Он еще не готов, наверное, мы еще только зарегистрировались. Вот, попозже. Значит, для первого вопроса Михаил Юрьевич Гринёв приглашается для доклада. Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил, я оператор станков СЧПУ. Мы с товарищами работаем на заводе «Россильмаш» в Ростове-на-Донур, который находится. Какое у нас положение вообще на предприятии? Такое же, как и во всей России буржуазной, то есть оборудование старое, зарплаты низкие. И охрана труда никакая вообще, то есть. Единственное отличие – это то, что вот зарплаты как в отдаленных регионах, а вот цены по городу примерно как столичные. Долгое время на заводе у нас вспыхивали мелкие забастовки стихийные, когда несколько рабочих пытались как-то отстоять свои интересы. Ну, где-то получалось, конечно, где-то нет. И вот в прошлом году у нас во время разгара, получается, пандемии на майские праздники, получается, у нас на все выходные нас заставили работать. Вот, у нас не было никак возможности от этого противостоять. И, получается, были выдавлены с предприятия, конкретно с нашего корпуса около 40 человек. Это, получается, целый участок бригада. То есть, ну, сами понимаете, теперь, ну, их работа, она распределена между нами, а вот зарплату, как полагается, на нас их не распределили, сэкономили. Профсоюз у нас, кстати, тоже есть. И, как большинство таких профсоюзов традиционных, он никакой вообще. О рабочих никак не заботится и поддерживает во всем администрацию. А занимается тем, что распределяет премиальный фонд и ездит на счет по путевкам отдыхать. И вот рабочие привыкли уже к нему, потому что, как бы, другого ничего не видели. И думает, что вот этот профсоюз, это и есть тот самый профсоюз, который должен отстаивать их интересы, казалось бы, да. А вот рабочим нужен свой профсоюз, которому они, администрация будет хозяином. Мы, к слову, еще пытались добыть коллективный договор, который, вроде как, коллективный, да. Выходит так, то что он для администрации, как мы не пытались его добыть, чтобы почитать, нам всегда давали отказ. Причем очень глупые отговорки были, такие наподобие, что там ничего для вас интересного нет и важного, и попросту культурно посылали. Ну, нет так нет. Раз они сами так говорят, тогда нам только остается то, что создать свой договор написать, который для нас, а не для администрации. На этом собралось и дурорабочие. Сейчас у нас сложился инициативный комитет работников Росельмаш. На данный момент в нем состоит 5 человек. Из них рабочие, 3 рабочих, которые состоят в Рабочей партии России. Основная задача комитета – написание и проведение коллективного договора для нашего завода, а может быть и для всех заводов Росельмаш. И вот 6 декабря мы собрались и организовали этот комитет. Сейчас готовимся к написанию договора. Понятно, что этот договор, написанный нами, работниками, будет отражать наши интересы. Он будет про зарплату, про рабочее время, про охрану труда и технику безопасности. Чтобы с завода уйти живым, а то техника такая, то что иногда может и не получиться. Вот сейчас над этой задачей работаем. Но в процессе этого как-то так получается, что в эту работу втягиваются другие работники. Комитет понемногу притягивает их как магнит. То, что-то нужно узнать, то помочь рабочему, на которого наезжает мастер попусту. И приходится только одному обращаться, кто к другому. Человек один раз поможет, другой. Так через некоторое время ты ему рассказываешь о существовании комитета. Человек заинтересовывается, спрашивает, а что делать-то надо. А ты ему отвечаешь. А ты уже и так выполняешь работу члена комитета. Только надо заниматься вот этим и этим. Но, конечно, надо смотреть еще, что за человек. Кроме того, мы уже думаем, что мы сможем добиться принятия договора, коллективного договора. Ведь сделать это можно только коллективными действиями. Сами же они добром не согласятся. И как мы сможем контролировать его написание, исполнение. Завод-то гигантский, а нас все равно пока мало. Рабочих у нас много, но, к сожалению, организованных мало. Поэтому это все равно кончится зданием профсоюза, но уже чисто рабочим. На тех условиях, которые нам нужны для борьбы. А не такой, который нужен администрации. Для отмазок. Но основное, что делает комитет, это учится и распространяет знания. Без знаний в борьбе с буржуазией мы обречены на поражение. Буржуи организованы, у них целое государство организовано. Кучу халуев прикармливают, обучают для того, чтобы нас давить. Значит, нам надо знать и из-за многодательства, особенно трудовой кодекс, и методы борьбы с буржуями. И те, которые раньше были, и те, которые сейчас годятся. Для учебы мы используем и газету «Народная правда», и «Зарабочее дело», «Красное радио ФРА», да и «Красный университет» открыт для всех. Главное для нас, рабочих, свободное время для изучения этого всего. Но рабочая партия – это очень важно для нас. Когда рабочие чувствуют, что им в любую минуту может прийти на помощь грамотный, опытный человек, они начинают себя чувствовать увереннее. Большую помощь оказывают научные консультанты. Товарищи рабочие, спасибо за то, что делитесь своим опытом. Пользуйтесь нашим опытом, создавайте инициативные комитеты на производстве. Обменялись опытом, стали вдвое умнее. Может быть, ту задачу, которую решить не можем, мы не можем, другие уже решили. А может быть, сам кому-то подскажешь. Это очень полезно. Борьба – дело творческое. Придумал, что-то получилось. Поделись с товарищами. А без борьбы и мы пропадем, и страна пропадет. Так что это дело, товарищи. Наша жизнь в наших руках. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас активная группа, то есть в каких-то стороны администрации действия проводите, вы проживаете коллективный договор? То есть они понимают, что вы что-то там затеяли, какое-то давление на вас оказывается? Нет, пока еще нет. Мы только в процессе написания. Есть еще работа идет над коллективным договором. Мы сейчас собираем у людей, инициативный комитет. То есть ведется работа именно по привлечению и созданию коллективного договора. Нужно какую-то массу иметь, чтобы нас просто не задавили с нашими предложениями и с этим коллективным договором. Потому что предприятие такое, что там железные правила, то есть вообще все это пресекается. Ну и профсоюз как бы там есть, и секцию создать есть необходимость, а вот людей пока, к сожалению, для этого не очень. Правильно я понял, что вы хотите и новый профсоюз, свой рабочий создать, и в том действующем профсоюзе создать свою рабочую секцию. Но мы для начала создадим секцию, а потом уже будем стараться как-то действовать по обстоятельствам. То есть ваш комитет, я так понимаю, он входит в общие союзства, которые действующие на предприятии, да? Ну, допустим, я являюсь. Некоторые члены комитета, они не являются членами профсоюза. А вам интересно, когда будет принимать следующий коллектив? Они там раз в три года обычно принимаются? Да. Это проблема, потому что, опять же, мы пытались добыть этот коллектив, вообще даже почитать его. То есть, а вот что председатель на это отвечал, это то, что нам вообще необходимости даже читать, или его не надо, он все объяснит сам. То есть... Да, 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 вообще, то есть, ну, такой председатель хороший у нас. Я вам потом расскажу, как его почитать. Хорошо, спасибо. Вопрос у вас? Да, у меня вопрос, пожалуйста. А вы создали первичную профсоюзную организацию, вот, независимая профсоюза, еще пока нет? Нет, еще. Там же всего только четыре человека. Ну, в этом, как бы, пока нет смысла, мы пока не, ну, то есть, предприятие большое, то количество, которое у нас имеется в комитете, оно, ну, то есть, это лишнее привлечение внимания. А? Потихонечку собирать туда работать. Ну, мы, в принципе, сейчас этим и занимаемся, то есть, как бы... А пока мы... Просто на базе этого профсоюза, первичного, грубо говоря, можно было бы уже требовать спективную работу. Да, это, ну, понимаете сами, то, что нас просто выдает оттуда, у нас не будет возможности вообще никак действовать. Пока нет, Сумбарксоюз, администрация особо не... Ну, да, они не... Ну, не стоит, как бы, мы думаем, то, что не стоит привлекать внимание администрации, потому что... Да, это плохо кончится. Все правильно, да. Еще вопрос? Нет? Все. Спасибо. Уважаемые товарищи, кто хотел бы выступить по данному вопросу? Напомню, вопрос о создании рабочей секции. Ну, что могу сказать по этому выступлению? Ступление, конечно, хорошее. Как я понимаю, создана Кузнецов Владимир Алексеевич, Кировский завод, город Ленинград. Как я понимаю, создана какая-то инициативная группа, которая, значит, вот хочет заняться написанием, участвовать в написании коллективного договора. Это, конечно, хорошо. Эта группа, судя по всему, будет таким ядром, которое потом, как я понимаю, захочет создать вот свой независимый профсоюз. Но нужно иметь в виду, что, ну, в принципе, администрация, она, конечно, этому никогда не препятствует. Никогда не препятствует. Но как только вы начнете выдвигать свои требования, которые не нравятся администрации, вот тогда вас начнут, значит, давить и гнобить. И, в общем-то, это типичная ситуация, когда люди создают свой профсоюз. Сначала туда люди приходят, потом, когда их начинают, так сказать, давить, да, прессовать, давить, люди оттуда разбегаются. Как правило, остается вот это вот ядро. И вот это ядро, оно, значит, вот, людей ставят в такое положение, что они или их увольняют, или они сами уходят, ну, по собственному желанию. Вот. Я что хочу сказать, что, конечно, на предприятии у вас существует официальный профсоюз, который, естественно, который все ругают, а который ничего не делает, фактически. Это тоже типичная ситуация. Я считаю, что нужно идти работать и в этот профсоюз. Даже Ленин говорил, что нужно идти работать даже в самые реакционные профсоюзы. Почему? Потому что, работая с этим профсоюзом, у вас больше возможности, так сказать, получить аудиторию. Они же худо-бедно тоже проводят какие-то свои конференции, свои собрания. То есть всегда можно на этих собраниях выступить и высказать свою точку зрения и свои предложения. Вот эти дать. Вот. Да, и потом меня удивило, что почему вам не дают коллективный договор-то? Придите в правком, вам обязаны выдать. У вас правком-то есть? Придите к председателю в правком, он обязан вам выдать этот коллективный договор. Что вам не дают-то? Ну, собственно говоря, все, что я. Пока. Пока. Павел Юрьевич, следственный ремонтник Самарской ГАИС. Тут что хочется сказать по поводу инициативной группы профсоюзов. Что никто вам не мешает, в принципе, создавать инициативную группу, и еще один дополнительный профсоюз, и быть в желтом профсоюзе бороться. Борьба вообще многогранная. Вы можете быть везде, и одновременно, с одной стороны, быть официальным в зарегистрированном профсоюзе, и собирать вокруг какой-то инициативы людей. А параллельно им говорить, что, ребята, вот у нас план «Б» есть. А есть еще инициативная группа рабочих, комитет, который тоже что-то решает. То есть здесь специфика производства. То есть вы смотрите, как вам проще, вам уже проще. И от этого отталкиваемся. Здравствуйте, товарищи. Я Якимов Евгений Александрович. Подручный из Толевара, с металлургического завода города Тюмени. И также я являюсь совпредседателем металлурга Тюмени, профсоюза. На заводе я тружусь уже с 2012 года. Это то есть 2010 год. И в декабре прошлого года мы провели собрание рабочих вместе с членами Тюменской ячейки РПР и решили создать свой профсоюз. Как бы я тоже состоял в своем. У нас на заводе есть свой ГМПРовский профсоюз. И добавок ко всему мы еще решили сделать свой профсоюз. На данный момент в нашем профсоюзе сейчас около 100 человек состоит. И в феврале мы приняли еще это. нас приняли в состав Федерации профсоюзов России. Сейчас есть проект прогрессивного коллективного договора и собираем подписи. То есть у нас еще более 100 подписей доверенности. Сейчас вот на данный момент у нас как бы получается два профсоюза. Один который вот говорят желтый и он в принципе тоже у нас ну никак не работает. Хотя вот как вот говорю то что колдоговор нам как бы его предоставляет колдоговор. И у нас в конце 19 года заканчивался колдоговор. И председатель профсоюз нам говорил вы приходите, беседуйте со мной, разговаривайте, переносите изменения вносите. Мы ему сколько говорили. Но в итоге то есть колдоговор был принят. Ну какой был только есть. Единственное там социально изменилось. То есть до этого было у нас один день давался например на рождение ребенка. А в новшество получилось три дня. То есть никаких изменений не получилось. Поэтому как бы вот мы создали свой. И руководители завода на данный момент сейчас оказывают очень сильное влияние на меня. Выговор за какую-то там малость выговор влепили. 50 процентов премии лишили. Ну и после этого как бы люди сразу перестали подавать заявление на вступление в профсоюз. Ну опять же пришлось как-то уговаривать какие-то действия проводить у нас на заводе. Я маленько волнуюсь извините. Первый раз. Поэтому. Ну пришлось короче какие-то действия проводить, чтобы нас администрация услышала. После того как она нас услышала, люди вроде бы опять начали поступать заявление в профсоюз о вступлении. Ну уже как бы меньшим числом. Ну стало больше доверенностей на право их голоса. Расскажите. Да. Расскажите. А примерно какое отношение, вы сказали, в вашей ячейке независимой, да, 100 человек примерно состоит. Отношение вообще к желтому профсоюзу, сколько там состоит? Ну, до этого у нас в цехе, вот у нас, да, цех СПЦ, или тестально половинного цеха, у нас в том ГМПР состояло 200 человек. Ну после того, как вот он в течение пяти лет, ну ничего не делал, и мы создали свой профсоюз, то есть из него вышли все, я имею в виду рабочие, остались ИТР. То есть вот на последних данных там уже человек десять или пятнадцать осталось с ним, и все. А так как бы все стали выходить, мы видели, что наш независимый, да, просто из начала работы какие-то требования выдвигает, да, и руководители, да, директор, они пошли как бы нам встречали, начали выдвигать какие-то свои повышения зарплатные, что-то еще в этом. И люди стали выходить из того ГМПРовского, и кто-то к нам, кто-то просто стоит и смотрит. Ну, что еще получилось? То, что вот ИТР, контору, вот мы конкретно знаем о том, что их полностью под ружье, как говорится, поставили. Где-то в приказном порядке, где-то угрожали под увольнением. Да, в торт, потому что наш начал набирать силу, и как бы конкурент появился, что... Они почувствовали угрозу? Да, почувствовали угрозу, и поэтому там... На выборах? Да. Возыскания не стали снимать? Нет, я отправил это, документы на... Пока это еще в процессе, чтобы мне все эти документы, акты... Мне просто, я говорю, мне дайте документы, они мне... Мы, говорит, вам не можем дать, вот, читай, потому что это, там, материальная ответственность, там, все хорошее. Ну, то есть, не спускаете? Нет, нет, нет. На данный момент, я вот сейчас вот, я собрал подписи от тех, кто, кого руководители, ну, присудили, скажем так, Отправили мы в трудовую инспекцию, в прокуратуру, и в инстанцию президента даже отправили. Правильно. Мы ждем, ждем, на данный момент сейчас ответ, очагу. Знаешь, нужна огласка. Спасибо. 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 Уважаемые товарищи, есть у кого выступить еще, по-моему, вопросы? Золотов Александр Владимирович, доктор экономической наук, профессор, консультант российского комитета рабочих. Уважаемые товарищи, вопрос вот возник не случайно. Мы видим, что возникновение рабочих профсоюзов, я бы не стал их называть неофициальным. Почему? Что-то мы как-то сами на себя название вешаем, об этом еще остановлюсь. Давайте убирать правильные характеристики. Вот кто захочет поступать в неофициальный профсоюз? Вы говорите, неофициальный, какое-то отрицание. Значит, неофициальный, какой-то непризнанный, альтернативный. В свой. Скажите, пожалуйста, вот вы хотите в свой или в чужой? Да? Конечно, в свой. Поэтому вот у них альтернативный по отношению к вам, у них зависимый, у них плохой. А у нас хороший, настоящий и официальный, в том смысле, что рабочие признали. Признанные рабочими. Это же самое главное для профсоюза. Вот поэтому, товарищи, давайте сами выбирать это выражение. А иначе получается, что мы глотаем то, что нам наша, так сказать, предположенная страна в трудовых отношениях подкидывает. Эти дохлых кошек. И сами себя, значит, клеим, заведомо в таких ставим себя условий, что люди неоплотно идут. Потому что боязно как-то идти. Это первое. Второе. Вот в повестке дня, и очень хорошо докладчик ее осветил, что речь идет о создании рабочих секций уже существующих профсоюзов. Вот, значит, вы назвали этот комитет. Ну и замечательно. А что эта секция? Что это? То есть это часть рабочих, которые ставят профсоюз, из него никуда не вышли, ведут работу в нем. Да, возможно, в перспективе это приведет, может быть, привести к созданию отдельного профсоюза. А, возможно, и другая перспектива. А вот когда вы будете так все вести-вести, перезберете прокуроргов, перезберете состав цехкомов, председателей социальных комитетов, тогда в один прекрасный день можно переобрать и правком. И вам зачем обязательно говорить, что у нас теперь другой профсоюз? Ну, мы стали хозяином своем профсоюзе. Вот у нас сидят люди, вот скажем, Владимир Владимирович Кудрябцев, известнейший профсоюзник, заслуженная организация, много сбастовавшая, добившись успехов. Они не выходили из НПР, они пытались касаться защиты, как-то рабочие их не очень понимали и поддерживали. Ну, хорошо, значит, будет вот этот профсоюз радиоэлектронной промышленности, но только рабочий. Вот его взяли рабочие. Поэтому рабочие секции. В смысле в этом? Не обязательно создать профсоюз. Ну, вот, товарищи, значит, из Тюмени, там другая ситуация. Ну, когда все ушли уже, никакого нет профсоюза, ну, тогда мы создаем новый. Какую секцию? Где мы садим секцию? Ну, нет профсоюза уже. Мы тогда создаем новый. Да. Почему речь идет о секциях? Потому что все-таки еще очень много профсоюзных организаций существует, и там как-то надо начинать работу. И надо начинать так, чтобы вначале вот не обратили внимание, здесь правильно говорят, что пока у секции профсоюза существующего, ну, вас даже вроде как отметят, скажут, ну, актив, активист, что ж тут такого плохого, да? Когда они разберутся, что это, так сказать, с настоящим критинным договором, что готовы к действиям, уже, богу, значит, ниточкой не привяжешь, потом обухом не пришибешь. Поэтому, когда они разберутся, уже профсоюз будет, так сказать, этой секции будет сильнее, тогда будем решать вопрос, что делать дальше. А пока это действительно такая форма, который вот этот начальный этап, превращение рабочего профсоюза по существу из маленького, в большого, либо влиятельный, или в сильный, в действующий, этот этап надо пройти как можно более безболезненно. Он действительно болезненный, потому что начинает давить. Так, рабочие всегда давят. Неорганизованные давят тем, что забирают зарплату, графики такие внедряют, убийственные, но плюют на условия труда, то есть давление с той стороны всегда есть. Когда вы начинаете действовать, и на вас тоже приходит давление, это нормально совершенно. А кто ожидал другого в условиях классовой борьбы? Ну, кто ожидал? Вы начинаете бороться, товарищи, вы начинаете бороться. И поэтому вы из положения придавленных людей голову поднимаете. Ну, конечно, на вас тоже давление оказывает. Но это можно только порадоваться. Это означает, что вас, вроде как, признали. Вас признали в силу. Потому что, если вы бессильный, вы и так просто задавлены. На вас специально и давить-то не надо. Вы уже задавлены. Вот в этой ситуации я тоже хотел бы на что обратить внимание. Вот мы все время говорим, нас давит, да сюда, давит. Конечно, давит. Иногда это попадает в наше, так сказать, сообщение. Вот я против меня имею ввиду, что там давит профсоюзного активиста. Ну, хорошо, это написало буржуазное средство массовой информации. Давит. Вы скажете, это вот как расценивать? Это в чью пользу давит? Это вы на слезу, что ли, давите? Когда это такое, так сказать, заявление, та же сторона не будет плакать. Она говорит, ну хорошо, значит, мы достигли цели. А они уже заплакали и жалуются на жизнь. Так вы когда вот такое сообщение даете, я уже обращаюсь с нашим товарищем, когда вот они тиражируют просто без оговора, мы этим привлекаем на нашу сторону или не привлекаем? Вот я хочу вспомнить, у нас эпизод был такой, борьбы, острой классовой борьбы. У нас был Дмитрий Васильевич Гошин, первый соприседатель Российского комитета рабочих. Он работал на Красном Соруме и выступал на митинге. И вот на митинге на него напал, значит, Булаткин, тоже как будто бы рабочий, из такого вот профсоюза, который был тогда еще вот так называемый не демократический, а на самом деле вот антироссийский. И взяли, значит, перевернули стул, упал Дмитрий Васильевич, сломали ногу. Но просто нападение. И как нам было подать, что нападение на рабочего активиста. Если вы дадите это в заголовок, нападение на рабочего активиста, значит, люди, которые еще не в активе, они подумают, что же такое? Значит, вот мы туда пойдем, на нас нападут, ногу сломают, а может даже и голову пробьют. Так может воздержимся? Вот не так в нашей газете «Народной правде» был осуществлен этот инцидент. Не так. Значит, Михаил Васильевич Попов написал, «Гоните Булаткиных врагов рабочих». Вот был эпизод, так мы его должны как преподнести? Мы должны заклимить того негодяя, кто поднимает руку на рабочего активиста. Поэтому, если мы хотим вот из этой ситуации извлечь, так сказать, выгоду в том смысле, чтобы поддержать рабочих, можно было по-другому сказать, что, значит, Столевар Якимов тверд как сталь. Вот на него давит, а он тверд как сталь не свернет. Другой же поворот. И тогда как-то уважается твердор рабочего. А не то, что он жертва. Ну, кого вы, так сказать, привлечете на показе жертвы? Да, мы жертву упали в борьбе роковой. Там пели серьезные-то люди. Ну, дальше-то отнимите. Настанет пора и восстанет народ. Вот этим завершается-то. Дорогие товарищи. Поэтому давайте выбирать вот правильно оценку и правильно оценивать то, что происходит. То, что нас давит, на нас нападает, это естественно всегда будет. А вы давайте подчеркивайте это и к этому призвать. Показывайте, что наши люди давят. Они не ломаются, не сломаны. И как-то даже в более критической ситуации говорили. Вот к расстрелу ведут людей. И что, чем кончалось? Пожалейте меня. Всех не перестреляешь. И все равно, сказать, вас будут давить. Вот так надо ставить вопрос. И вы тоже можете поставить вопрос. Ну, что вы и кем вы даете? Бесполезно. Да. Вот буржазей это умеют делать. Как знаете, там что-нибудь такое. Они все бешевают и говорят. Я такой-то. И показают, что вот... Ну, хорошо. Так может быть, тогда все вот ваши товарищи наденут, так сказать, за Якимова. И ходят. Или, может быть, так сказать, в транспорте тоже такие листовки. Они говорят, за Якимова. Ну, как-то так сказать. Ну, он думает, ну, действительно с ним не справятся. Сотни людей и все за Якимова. С кем мы имеем дело? Мы не с Якимовым делаем, а с большим коллективом. А Якимов это представитель его. Ну, так за ним все-таки коллектив стоит. Вот, я думаю, что это тоже надо иметь в виду, когда мы начинаем нашу борьбу в форме и создании рабочей секции, начального этого рабочего профсоюза, чтобы давайте, конечно, будут и большие трудности, где-то, может, что-то пойдет не в нашу пользу, но вот выражать твердую уверенность в том, что наше дело правое, что всякие враги лучше не связывайся, потому что тебе это потом припомнить народ. Припомнить тебе народ. Погоди, погоди. Вот это надо всегда подчеркивать, чтобы отступили сами от этого дела. И чтобы помягче проходило это становление нашего правочного союза. У нас разговор об этом пошел с руководством. Мне руководство сказало так. Завод – это что там? Это бизнес. Бизнес, что ли? Это деньги. А ты, говорит, залез в чужой карман. И как ты, говорит, хочешь, чтобы тебе какое было отношение? Я говорю, вообще-то я не в чужой залез. Залез за своими. Затем дайте мне тех, что я заработал нормально, а не вот так вот. Игорь Александрович, к ним не надо обращаться, их не свернешь. Они просто меня вызвали. Я понял. Так мы не знаем, что и вас-то не свернешь. Ваша задача – показать столеблющимся вашим товарищам, которые еще в стране, что надо примыкать, потому что здесь такой твердый человек. Станем этим строим, вообще тогда никого не свернуть. В чем наша задача? Ну, главное, когда вот началось, да, вот это давление, по крайней мере, хотя бы, вот те, кто написал, да, заявление, да, о вступлении и доверенности, они, по крайней мере, хотя бы у меня обратно их не забрали. Ну, хорошо. Потому что твердый человек на вас драйвит, а вы крепчаете. Вот и все. Здравствуйте. В следующий раз организовать работников общественного транспорта, очень дело такое, как Михаил Васильевич сказал, архисложно. И действительно это так. Вот. Действия были некоторые коллективные, организованные в юридическом поле, так называемом. Что мы сделали? Была очень острая проблема с простоями на газовой заправке. Проблема в чем заключалась, что люди часами стоят на этих заправках. Ну, кто полчаса, кто час, кто полтора, в зависимости от очереди. Одна метановая заправка на всю Тюмень. Вот. И эти простои практически не оплачивались. Оплачивалось только тогда, когда заправка была сломана и вместо шести колонок работали три колонки. И там простои получались по четыре-пять часов. Но это было там два-три раза за двадцатый год. Вот. Было написано коллективное письмо сначала директору предприятия, получили такую элементарную отписку, что у нас все хорошо, мы вам все платим. Вот. И следом было отправлено письмо в прокуратуру. Вот. Прокуратура это дело перенаправила, значит, в инспекцию по труду. Инспекция провела, соответственно, проверку. Да. Но нарушений трудового законодательства в этом нет. Люди по доброй воле стоят там. То есть никто палками никого не бьет, не заставляет там стоять. То есть нарушения нет, но написано было в ответе, что имеется коллективный трудовой спор. Да, вы не просто трудовой спор, вы можете обращаться с этим делом в суд. Вот. Но, тем не менее, после проверки трудовой инспекции, проверка была в ноябре, в январе я получаю квиток за декабрь месяц, и мне весь простой. Я записывал 15 часов я простоял, и все 15 часов мне по ставке были оплачены. Вот. То есть вопрос, в принципе, был как бы вот так коллективно решен. Вот. Второй вопрос был у нас по базовой ставке, которую мы и также коллективным заявлением в прокуратуру написав решали. Вот. Ставка была базовая, из которой рассчитывается часовая ставка занижена на 50%. То есть она должна была там быть 12-130, а была 8-112. Соответственно, я получаю 50 тысяч, да, должен был на самом деле получать там 75 тысяч в месяц. Вот. В результате проверки инспекции также было, что было установлено, что нарушение имеется, да, нарушение именно отраслевого соглашения. Вот. И было вынесено инспекцией по труду определение о признании потерпевшими всех работников ПТП, включая даже начальство, потому что их, получается, тоже они теряли зарплату. Вот. Но уже получить то недополученное возможно индивидуально, только через суд. Вот. Я подавал в суд. Суд у меня состоялся 20 января. Да. Суд вынес решение в мою пользу. Но почему-то только пересчитали. Они мне три месяца. Январь, февраль, март. Вот. Сейчас подал апелляцию. Жду, когда назначат. В следующий раз расскажу результат. Ну, в общем, это я все подведу. Итог какой к этому? Что можно и нужно пользоваться буржуазным законодательством, которое дает какие-то нам возможности. Да. Самое главное, конечно, дает возможность и право на объединение. Нужно объединяться. Дает нам право на забастовку. Этим тоже необходимо пользоваться. И также необходимо пользоваться какими-то отраслевыми и нормативными правовыми актами. Да. То есть в каждой отрасли есть отраслевое соглашение. Есть какие-то приказы. Допустим, у нас есть приказ Минтранса 424, который все-таки предусматривает то, что жизнь работников должна придерживаться каким-то критериям, чтобы люди не убивали себя, не подвергали свою жизнь и жизнь окружающих. Но это касаемо водителя общественного транспорта, опасности жизни и здоровья. То есть если я не высыпаюсь между сменами и вожу людей, это, несомненно, может привести к каким-то трагическим последствиям. И поэтому, допустим, в этом приказе четко прописано, что между сменами водитель автобуса должен отдыхать 11 часов. Или, допустим, есть такие моменты в том же приказе, что нельзя работника, именно водителя автобуса, без его согласия, рабочее время его разделить на части. Но у нас есть так называемые разрывные графики, то есть я, допустим, выехал в 7 утра из парка, два круга сделал, затем у меня два часа разрыв, и затем еще два круга, и в итоге я в 12 часов ночи домой перехожу. То есть день получается очень длинный, и на самом деле это выматывает и тяжело, но водитель может от этого отказаться, и наши люди не знают этого, и поэтому не пользуются. То есть если вы будете изучать эти акты и пользоваться ими, элементарно я пришел к начальнику, говорю, чтобы меня на такой график больше не ставили, он говорит, почему? Я говорю, по 424 приказу, он говорит, все, вопросов нет. То есть вот этими всеми возможностями я считаю, что нужно пользоваться. И хотелось бы еще что добавить. Вот Александр Владимирович сейчас сказал об официальности, неофициальности. Меня тоже заели вот этой законностью, незаконностью профсоюзов. То есть на самом деле, если мы сейчас втроем сели, написали учредительный, протокол учредительного собрания, уже и законность, и вся официальность имеется. То есть тут, в принципе, об этом можно и не разговаривать. Вот. И хотелось бы еще добавить, да, что работать необходимо во всех профсоюзах. Я вот во всех своих выступлениях всегда ни разу не упомянул, что выходите из того профсоюза, вступайте в наш профсоюз. То есть я всегда говорю о том, что вы можете, согласно уставу того профсоюза, действовать в этом профсоюзе. Да, как говорил Александр Владимирович, переизбирать там профоргов, профгупоргов и так далее. И профсоюзный комитет, и председатели. То есть все это можно делать. То есть профсоюз – это прежде всего сами работники, это прежде всего члены профсоюза. И от деятельности, и без деятельности каждого из членов профсоюза зависит какой-то профсоюз – желтый там или рабочий и так далее. То есть все зависит от нас самих, от наших действий. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Шилов Дмитрий Юрьевич, Ленинград, АО КБСМ. У нас что сейчас происходит, у нас на заводе мы переехали на другую площадку, это концерн, Государственный Абуховский завод. Вот, и в общем-то люди сейчас в таком немного в ожидании, вот что будет, значит, тоже ждали переезда, вроде как тоже, ну, то есть народ что-то ждет, вот, что каких-то изменений, да. А изменения без действий, сами мы знаем, какие могут быть изменения, да, со стороны буржуазии, там законы принимаются, в общем, антирабочие и все прочее, об этом много здесь говорилось. Ну вот, хотел вот про секции, да, сказать, вот, что вот эта тактика такая вот, создание рабочих секций, это вот, я считаю, очень правильно, потому что в профсоюзе там присутствуют разные работники, ИТ, ИР, вот, значит, которые, положение которых отличается значительно, отличается от положения рабочих, то есть и вредности, и нагрузка на рабочий класс, ну, гораздо разные, чем вот те же инженеры, да, вот, вредность, то есть во вредных условиях находится, то есть, и именно рабочие больше всего заинтересованы в тех изменениях, да, вот, которые нужно продвигать в коллективных договорах и выдвижения требований, вот, поэтому вот именно создание рабочих секций, вот, именно в действующем профсоюзе, ну, потому что, ну, вот у нас, допустим, большой профсоюз, большой ФНПРовский профсоюз, да, есть, конечно, много недостатков, он, ну, допустим, у нас, ну, лет пять уже не проводилась индексация заработной платы, ну, вот, сейчас уже там и правительство уже заговорило про индексацию, и есть коллективный договор, хороший коллективный договор, ну, неплохой, вот, но он не выполняется, то есть и как, вот, заставить, то есть, работодателя, то есть, вот, действовать, значит, вот, рабочим, рабочим именно объединяться, вот, в действующем профсоюзе, или привлекать туда ни членов профсоюза, то есть, никто этого не запрещает, то есть, инициативный комитет, это вот, что это такое, что можно быть в профсоюзе, можно быть вне профсоюзе, то есть, это никто не запрещает, не надо никому, ну, то есть, идти регистрироваться куда-то, вот, опять же, играть по этим буржуазным правилам, да, вот, то есть, это огромное поле возможностей дает для деятельности, вот, набирать силу, то есть, набирать силу, не подставляться раньше времени, да, под удар, что очень важно, потому что сколько таких случаев, когда, вот, пять человек там, да, вышли там, чуть ли не с красным флагом, ну, ну, все, всех разбомбили, да, и другие уже люди, которые со стороны это видят, то есть, это такое негативное оказывает на них влияние, что, вот, этот опыт, да, поражения, да, там, уволили, там, то есть, вот, там, куда-то там, это самое, направили на какой-то, там, этот самый, ну, наперевели на другую работу какую-то, ну, в общем, вот такой, это, вот, то есть, бороться, вот именно рабочую, усиливать вот эту, рабочую власть в профсоюзе, то есть, тогда можно и переизбрать руководство, то есть, потихонечку подбираться к этому самому, да, к руководству профсоюза, вот, выдвигать требования, у нас сейчас, вот, это самое, в этом году планируется перезаключение коллективного договора, вот, то есть, и людям надо объяснять, то есть, позиция такая, в основном, что, ну, вот, сейчас, вот, если индексацию не будет, все, ухожу из профсоюза, ну, как бы, а зачем уходить из профсоюза, ты, как бы, и что, что ты, что за этим добьешься, ну, 500 рублей, там, эти, меньше будешь платить, как бы, да, взносы, ну, что, что, у тебя тогда вообще никакого не будет, значит, возможности улучшить положение, то есть, вот, в этом, я считаю, надо развивать это направление, то есть, бороться в действующем профсоюзе, вот, ну, ситуация у всех по-разному, ну, вот, я, для себя, для, ну, для наших предприятий, я вижу вот такую, такую вот тактику, значит, продолжать, значит, собирать инициативных людей, рабочих, рабочих, вот, объяснять им, что, ну, что не будет, то есть, ты платишь взносы, это не то, что, значит, я заплатил, вот, да, как бы, а вы там сделайте мне, там, индексацию, это, это так не работает, то есть, нужно участвовать, и, почитай, значит, это устав, где сказано, что член профсоюза имеет право, и это его обязанность, то есть, участвовать в коллективных переговорах, что-то, это самое, в составлении коллективных договоров, в удержении требований, то есть, никто за нас ничего не сделает, за нас рабочих, то есть, вот, и, как говорится, рабочий класс, как ядро, ядро профсоюза должен вот стать, как говорится, движущей силой, вот, профсоюзного движения, вот, спасибо. Спасибо. Здравствуйте, товарищи, хотел бы тоже поделиться своим, Ковин Павел Владиславович, работник, город Новосибирск, работник кирпичного завода Виколор, хотелось бы тоже поделиться своим небольшим, но, все-таки, опытом, как бы, и видением ситуации, вообще, как, то есть, это все проходится. Также, провели собрание на заводе на нашем, учредительное, как бы, прошло это совсем недавно, то бишь, буквально полтора месяца назад, и, как бы, как вот мы смотрим на то, что, как вот вести себя в этих условиях, все такое, то есть, коллектив еще пока не сложился, то есть, мы не можем так вот сразу сходу, там, пробивать в глубом стены, поэтому, то есть, нужно проверить все равно, так или иначе, потому что уже иногда возникают проблемы, что люди начинают сомневаться и все прочее, как бы, поэтому, все-таки, да, именно хотим проверить, ну, способность вообще коллектива к коллективизму, так сказать, но конкретно на заводе на нашем не присутствует никаких, как сказать, культурно досужных мероприятий, ничего вот этого не проводится, вот решили начать все-таки именно с того, что организовать досуг, ну, и вообще, как-то сплотить народ, то есть, чтобы и семьи участвовали, и дети, то есть, ну, как бы, сама таким образованием, в общем, заняться, как бы, вот с этой точки зрения мы решили подойти к этому вопросу. В принципе, за меня тут уже все сказали, то, что я мог бы дополнить, ну, опять же, так скажу от себя, хотя это слова не мои, что человек является высокоорганизованной материей, трудящейся мыслящей, осознавшей себя в этом мире и способной не приспосабливаться к существующим условиям, а все-таки менять эти условия под себя, поэтому, как бы, вот наша задача в этом материальном поле создать ядро, которое все-таки начнет как-то втягивать и, ну, в общем, вы меня поняли, если надеюсь, поняли. Здравствуйте, товарищи, меня зовут Алексей Чопа, оператор станков ЧПУ. Вот, хотелось бы что сказать. Понятно, что нужно объединяться в профсоюзе, создавать рабочие секции для вступления в профсоюз, или как-то в этом профсоюзе вести работу именно рабочей секции, инициативный комитет. Но, как бы, с чего начать, тогда что делать? То есть, понятно, что стихийно вот так не соберется, да, какой-то коллектив, и не организуется вот так вот вдруг. Понятно, что это должен быть какой-то первый шаг какого-то актива, да, который ведет пропаганду, какую-то агитацию в коллективе для совместных каких-то действий, принять решения какие-то. Но, когда это происходит просто разговоры, то, по сути, это разговором и заканчивается. То есть, да, надо, надо объединяться, надо там что-то действовать, как-то что-то делать. Да, да, надо. Ну, все, там, покурили, разошлись. Этим, собственно, и заканчивается. То есть, у меня, как бы, ну, такое обращение к активистам, да, которые решили организовать. То есть, нужно написать на бумаге, а зачем? То есть, вот, если мы говорим о борьбе за коллективный договор, да, то есть, мы делаем выжимку. Зачем нам бороться за этот коллективный договор, то есть, что он нам принесет? А когда мы говорим о создании инициативного комитета, то нужно написать, а для чего мы создаем вот этот инициативный комитет? То есть, вот по пунктам, для, там, борьбы за заключение за коллективный договор, там, для участия рабочих в написании коллективного договора. Для чего? Для того, чтобы улучшить там положение и так далее, и так далее. И нужно назначить какой-то, ну, то есть, вот, сам активист должен выбрать какое-то, наверное, там, место и время для вот этого учредительного собрания инициативного комитета. И просто эти бумажки, так скажем, распечатать и раздать в коллективе. И просто, вот, грубо говоря, прийти в назначенное время, в назначенное место и посмотреть, кто придет, кто отреагирует. Бояться, я считаю, этого не стоит, потому что тут нет, это не создание профсоюза. Это, на что направлен инициативный комитет? На развитие предприятия, на развитие производства, для увеличения производительности труда. Это же все хорошие вещи, как можно там, то есть, обвинить человека, который хочет за это вести борьбу. То есть, вот, то, что я хотел сказать. Спасибо. Товарищи, добрый день. Артем Сергеевич Иванюк, город Электросталь, металлургический завод Электросталь, инженер. Я вот хотел бы с практической точки зрения зайти, рассказать о нашем опыте, возможно, он для вас тоже будет полезен. Потому что у нас инициативная группа сфорировалась, в принципе, давно, но как-то у нас не шла работа никаким образом. Завод у нас большой, около 4 тысяч человек, и он протяженной длине, порядка 4 километров. Цеха друг от друга далеко находятся, и более того, не получается из цеха в цех многим попасть, потому что особый пропускной режим. Для того, чтобы дела у нас пошли, мы решили все-таки оформиться. И вот хочу сказать, что докладчик Михаил Юрьевич рассказывал о том, что сначала рабочая секция создается, а потом из нее, возможно, вырастет профсоюз, хороший, боевой. Мы пошли другим путем. Мы попробовали работу в инициативной группе, она у нас не особо активно пошла. Попробовали оформиться в новый профсоюз. Для этого написали устав, отталкиваясь от устава Федерации профсоюзов России. И отдельно в наш устав включили программу Федерации профсоюзов России, чтобы человек, когда читал наш учредительный документ, понимал, что это дело серьезное. И, как товарищ Чопов сказал, мы не для того там встретились, покурили, чтобы просто разойтись и забыть о нашем разговоре, а что мы здесь настроились на серьезную работу, на плодотворную работу и на результат. Поэтому каким путем мы пошли. Мы подготовили повестку дня, сделали штучек, так, 20. И, так как я инженер и имею возможность ходить по цехам, нашим ребятам с начинной группы эту повестку я передал. 21 февраля, то есть завтра будет месяц, как мы учредили профсоюз ИСКРАН. Можно считать ее рабочей секцией, но с замахом именно на боевую рабочую организацию. И провели мы это учредительное собрание как практическое занятие на семинаре Фонда Рабочей Академии. Вот вместе с Сергеем Александровичем Горбушкиным в «Электростайле» мы сейчас такие семинары наращиваем для того, чтобы делиться опытом не только с работниками моего завода, но еще и других предприятий. Машиностроительные заводы, корпорации ТВЛ и многие другие. Город у нас промышленный. Значит, проведя учредительное собрание, мы назначили ответственных. Кто у нас казначей, кто у нас контролер, кто председатель. То есть, это уже зафиксировано на бумаге информация. Поэтому я согласен с товарищем Чопой, что нужно собираться, во-первых, очно, серьезно подходить к этому вопросу, фиксировать на бумаге в протоколе. Потому что, вот все, протокол есть, тебя назначили. Будь любезен, исполняй свои обязанности, либо уступи место другому. Для чего мы учредили наш, так сказать, новый профсоюз и рабочую секцию? Для того, чтобы, во-первых, была дисциплина, потому что, когда у нас была инициативная группа, мы пытались взаимодействовать как-то в ВКонтакте, в Ватсапе, еще в каких-то вот этих мессенджерах. Потому что тяжело нам встретиться, у всех графики разные по работе. Там сегодня этот может, завтра этот не может. И с учетом того, что и пандемия вот эта у нас некоторый отпечаток наложила, мы попробовали позаимствовать опыт Рабочей партии России по взаимодействию. Потому что члены Рабочей партии России тоже разбросаны еще дальше по всей России, а некоторые даже и за пределами нашей страны. Мы создали так называемую корпоративную почту, выкупили домен искропров.ру, стоит он всего 300 рублей, ну в зоне РУ на год. И подключили, так сказать, на Мейл.ру тоже такую же почту, как у Рабочей партии России. И теперь, из-за того, что мы тяжело можем друг с другом мощно взаимодействовать внутри завода, мы можем взаимодействовать через эту почту. Например, вышел новый протокол, какое-то решение, право нашего. Мы взяли и разослали его всем членам. Это делается очень просто. Человек сразу получил уведомление и ознакомился с тем, что руководящий орган профсоюзный наш выработал новое решение. Опять же, инициативная группа, рабочая секция, ну как-то у нас ведь должна быть поставлена сдача взносов. Например, люди должны понимать, на что деньги сдаются. Не просто так, чтобы мы тут могли чай вкусный попить с пирожками, а на серьезное тело. Во-первых, чтобы напечатать заявление на вступление и на делегирование полномочий, представление интересов, нужно купить бумагу, нужно для принтера купить расходный материал. Чтобы на Российский комитет рабочих делегировать представителя, тоже нужны деньги на дорогу, на проживание, на еду. Поэтому, понятное дело, мы тоже приняли решение, так сказать, на первых этапах сдавать по 100 рублей ежемесячно. Потом мы можем в любой момент пересмотреть этот вопрос и принять другое решение, по 500 сдавать. Или как-то в процентном отношении от фактической зарплаты. И хотел бы обратить внимание на то, что сейчас нам всем не хватает опыта взаимодействия. Опыта взаимодействия не хватает. Не хватает знаний. Поэтому на своих местах, в своих населенных пунктах я очень рекомендую заимствовать опыт фонда рабочей академии и проводить семинары по рабочему профсоюзному движению в качестве обучения. И как практическое занятие можете использовать возможность учреждения новой профсоюзной организации. Также на этих мероприятиях можно рассматривать, прям как практически подходить к составлению коллективного договора. Есть такая возможность. Пожалуйста, мы с Сергеем Александровичем Горбушкиным всегда готовы поделиться своим опытом в данном направлении. И этот опыт будем наращивать. Ну и подводя черту своего маленького такого выступления, я хотел бы напомнить для всех стихотворение Сергея Есенина, поэма «Ленин» называется. Есть там такие замечательные слова. Хотелось бы, чтобы все его прочли и всегда помнили. И он сказал, чтобы кончить муки, берите все в рабочие руки. Для вас спасения больше нет, чем ваша власть и ваш совет. Возьмите, пожалуйста, знания, распространите их и далее переходите к более серьезным вещам. Большое спасибо. На этой очень хорошей ночи, наверное, прекратим обсуждение данного вопроса. Хотелось бы еще сделать такое объявление. Уважаемые товарищи, есть выступление по данному вопросу нашего научного консультанта Михаила Васильевича Попова. На сегодняшний день он не смог присутствовать на заседании нашего семинара. Но, тем не менее, в сети записано его выступление по этому вопросу. И мы это выступление рекомендуем посмотреть всем присутствующим, по возможности распространить. Значит, там также озвучен призыв к действиям, что нужно делать именно в направлении создания секций. Значит, и предлагаем, вот ставим вопрос среди присутствующих с решающим голосом. Есть такое предложение, что чтобы это видео было в последующем включено в нашу трансляцию, как выступление наших товарищей. Ну, это особых, как бы, технических требовало это. Поэтому сейчас, как бы, все это доступно, все это доступно, посмотрите. Как ее назовете? Что? Как ее назовете? Название скажи. Название ролика. Название ролика. Михаил Васильевич Попов, 17.03.21. Еще раз. О тактике рабочей партии в профсоюзном движении. На встрече РКР Попов. Можем просто набрать на встрече РКР Попов и найдете. Также он размещен на фонде Рабочей Академии, этот ролик. Ну, и в последующем, если вы будете кому-то рекомендовать запись Российского комитета рабочих 20-21 марта, этот ролик будет вставлен в трансляцию. Вот, я прошу проголосовать, чтобы этот ролик был вставлен в трансляцию, и потом, чтобы его всеобще могли люди уже посмотреть в дальнейшем. Замя против, не державшись единогласно. Спасибо. О тактике рабочей партии в профсоюзном движении. Рабочая партия с маленькой буквы. Имеется в виду, если она действительно рабочая партия, то вот она такую-то тактику должна вести. Ну, я хочу начать с того, что если мы вырабатываем тактику работы в профсоюзах, и если мы хотим, чтобы эта тактика была успешной, надо принять во внимание, что такое профсоюзы. А что такое профсоюзы? Профсоюзы – это не начальник и не председатель правкома. А профсоюзы – это объединение рабочих. Поэтому, когда вот люди подходят и говорят, вот наш профсоюз желтый, я не очень понимаю, что вот этим хотят сказать. Ну, в профсоюз могут войти электромонтальники, токари, слесари, наладчики могут войти, кто угодно, станочники, стропольщики, докеры. Ну, как можно вот его назвать вот желтым просто профсоюз, хотя так называют. Что имеется в виду? Что вот в этом профсоюзе преобладает какая-то идеология? Какая может быть идеология, скажите, пожалуйста, в профсоюзном движении, в профсоюзе, в капиталистическом обществе? Вы много нашли членов партии последовательных, которые твердо стоят на позициях марксизма. Мы вот регулярно, вот рабочая партия России регулярно освобождается от таких членов партии, которые себя запятнали тем, что они отходят от сути марксистского учения, особенно в плане отношения к рабочим. Или пренебрежение к рабочим, неуважение к рабочим, вот стремление командовать рабочим. Или наоборот, если я считаю, что рабочие проявили какую-то самостоятельность, и они говорят, что ну это их кто-то там или привез, или заставил, или угрожал, или подкупил. Да? Но это же ясно, что Дмитриев-то так-то не сделает, это кто-то его подсунул, потому что его за человека не хотят считать. Не хотят считать рабочих за людей. Поэтому у меня это не очень хороший, так сказать, разговор. И даже непонятно, вот я почему считаю необходимым сделать соответствующий такой ролик, есть такое заявление сделать, как консультант российского комитета рабочих, что какое-то существует подспутное такое течение, что надо взять из этих профсоюзов, которые есть, выйти, и сделать какие-то другие новые чистые. А новые чистые из каких будут людей состоять? Из тех, которые живут в буржуазном обществе. Ну, вы же имеете в виду беспартийных? Если члены партии, так вы их, пожалуйста, чистите вовсю. Есть учеба партийная, есть требования, так сказать, к знаниям, к идеям и так далее. У вас есть требования, чтобы в профсоюзе все были коммунистических взглядов? Я думаю, в профсоюзе не должно быть таких требований. Профсоюз, давайте обратимся к первоисточнику. К первоисточнику теоретическим является книга товарища Маркса «Несета философии». Речь идет о философии Прудона. Прудон, между прочим, был рабочим, а Маркс, между прочим, был не рабочим. Ну, Маркс ему объяснял, что сначала рабочие начинают борьбу за зарплату, это первое побуждение, которое собирает их и заставляет объединяться. А потом они приходят к пониманию того, что главное для них это соединиться. Если они соединятся, то они добудут эту зарплату, а если они не соединятся, то они не добьются того, что они хотят. Поэтому главным правом является право на объединение. И вот это право на объединение, за это право больше всего и борются рабочие. То есть вся история рабочего движения говорит о том, что надо защищать право рабочих на образование профсоюзов. То есть, а что такое профсоюз? Это профессиональный союз. Люди одной профессии собрались, теперь я говорю, что о нет, это не те профсоюзи. Что значит не те? Я не понимаю, что значит не те? Не те люди, не тот народ попался. Ну, попался тот народ, который находится под воздействием буржуазной идеологии. Если у нас капиталистическая, общественная, экономическая формация, что у людей в головах, у большинства? Вы что, если у них в головах не коммунистические идеи или не вполне коммунистические идеи? И что не нужно с ними вместе соединяться для борьбы против плохих условий труда, опасных, вредных, которые приводят к увечью. Или не надо бороться за повышение зарплаты, или не надо увеличить отпуска, или не надо сокращать рабочий день. Разве вопрос о такой борьбе, он связан с тем, какие у людей взгляды или позиции? А если вы оцениваете профессиональный союз, не по его составу, он состоит из рабочих одной профессии. Ну, это основная масса профессий. Ну, есть еще и работники, там тоже есть профсоюзы. Но мы сейчас говорим прежде всего о рабочих профсоюзах. Рабочих одной профессии. Профессиональный союз соединяет их в одно. Это плохо или хорошо? Это хорошо. Зачем тогда вы говорите об этом сейчас, об идеях? А теперь вопрос об идеях. Ну, так это вопрос отдельный. Для того, чтобы идеи были другие, надо вносить эти идеи в умы. Но в какие умы соединившиеся или разрозненные умы, которые думают каждый только о себе? Разве это плохо, если есть профессиональные союзы? Хорошо. Это во-первых. Во-вторых, существует такое стремление сказать, о, мы сейчас выйдем из этого профсоюза и не будем взносы платить. Хорошо. Вы не будете взносы платить. А вы не собираетесь организовывать борьбу за свои интересы? Если вы собираетесь организовывать, для этого, между прочим, вам нужно будет печатать проекты коллективных договоров, печатать всякого разного рода материала, документы. Хотите вы напечатать, скажем, вот профсоюз Догеров заказывал нам Народной правде, заказывал и в ГАИСе за рабочее дело, заказывал нам номера, они, естественно, их оплачивал, профсоюз, а мы печатали, потому что у нас-то какие деньги? Откуда у нас деньги могут быть у редакции? Ниоткуда. Значит, если профсоюз, он финансирует и, соответственно, получает газету на эти деньги. А вы, значит, избавились от этого, сказать, от того, чтобы платить какие-то взносы? Ну, первая характеристика того, что-то коммунистическое, какого-то начала, что хоть какой-то грош-то на общее дело надо собрать. Другое дело, что надо контролировать. Не надо торопиться. Есть другой еще подход. Обязательно стремятся, что нам нужно зарегистрироваться. Вам зачем зарегистрироваться? Если вы зарегистрируетесь, у вас будет юридическое лицо. Юридическое лицо плохо или хорошо? Для начала очень плохо. Потому что если у вас будет юридическое лицо, то есть вы зарегистрируетесь как юридическое лицо, вы получите право выступать из суммы ответчиком в суде. Поскольку вы только в начале пути, то вы чаще будете выступать ответчиком, и вас профсоюз закроют. Вам это надо. Это не значит, что закроют как юридическое лицо, а фактически как объединение закрыть нельзя. Нельзя закрыть профсоюз. Если вот мы объединились, три человека, и будем сообщать, что-то делать. Это закрыть невозможно. А вот если вы сделали юридическое лицо, вам придется заниматься бухгалтерией. А сейчас придумали, что для связи с налоговой инспекцией нужно защищенные средства связи. Я это все хорошо знаю, поскольку я руководитель общественного объединения, которое зарегистрировано в Министерством Юстиции Российской Федерации. И мы вынуждены посылать отчеты, соответственно, держать бухгалтера, соответственно, тратить на это средства, и очень немалые, и платить вот этой организации, вот эти связи, в которых мы пишем свои нули. Потому что денег у нас нет, и поэтому ноль, 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 ноль. Но это ноль мы пишем в отчетах. А за то, что мы пишем нули в отчетах, нам надо платить большие деньги. Теперь проскальзывает такая мысль, что некоторые товарищи хотят завидовать тем председателям правкомов, как они говорят, желтых профсоюзов, которые сидят, получают деньги. И вырвались, наконец, из положения рабочих и стали над рабочими. Вот теперь он сидит в кабинете, напротив него есть компьютер. А я вот, например, в своем опыте имею такой случай, когда мы с товарищем Федотовым, который был в свое время председателем правкома Докеров, когда мы с ним, а я как консультант правкома Докеров морского порта Санкт-Петербурга, выступали защитниками профсоюзной организации, а из бывшего, 10 лет бывшего председателем правкома порта гражданина Моисеенко, который требовал миллион с профсоюза, а они его уволили, потому что он, так сказать, разрушал, собственно говоря, профсоюз. И мы выиграли в этом суде. И что хорошего, что надо судиться с этим самым председателем правкома. Вы хотите судиться с кем-нибудь? Вам зачем юридическое лицо? Или вы хотите нанять адвокатов и им платить? Ну, будете платить большие деньги. Но только имейте в виду, что адвокаты, они на серьезный спор не пойдут ни с судьей, ни с прокурором. Почему? А потому что это то поле, с которого они собирают себе деньги. Поэтому там не ждите, что они встанут и скажут. Там надо самим вставать и говорить. И вот именно поэтому за этим стремлением срочно быстренько собрать 5-7 человек и зарегистрировать. И получается, что вы, во-первых, выставите наиболее активных 5-7-10-15 человек в открытое поле, вытащите, чтобы по ним началась стрельба. И дальше будут всякие способы придумывать к тому, чтобы как их уволить, то каким предлогом. Это не так и сложно. Один раз предупредить, один раз выговор, второй раз выговор, и потом увольнение, и все. Зачем это делать? Кто порекомендовал, кто посоветовал, я не знаю. Кто посоветовал, вы хотите из больших профсоюзов делать маленькие и делать их объектом атак? Так. Непонятно, с какой целью. Есть другой способ. Вот, например, как делали товарищи докеры, которые тонули в большом профсоюзе, в профсоюзе работников водного транспорта, ПРВТ. Дело в том, что в порту работает много людей, и докеры составляют меньшинство. И это меньшинство никак не могло проявить свою волю. Но они сделали, стали собирать докеров. То есть, по существу, сделали рабочую секцию, докерскую секцию профсоюза работников водного транспорта. Надо сказать, что толковые люди из профсоюза работников водного транспорта, в том числе с площади труда, то есть из Федерации России, им в этом помогали. Потому что люди понимают, что докеры могут забастовать, докеры могут остановить производство на время, и могут решить те проблемы, которые другие трудящиеся, при том, что они больше знают, может быть, более грамотные и так далее, они не могут это решить. Хотя докеры имеют и два, и и три некоторые высших образования. Так что нельзя сказать, что это люди малограмотные. И вот эти докеры собирались еженедельно, решали все вопросы и готовили. И когда они вызрели, когда они стали уже организованной массой, вот тогда эти докеры учредили свой профсоюз. И так родился профсоюз докеров. Но они не спешили с этим делом, ничем им не мешало, что они в профсоюз работников водного транспорта. Более того, теперь они имеют отдельный профсоюз, но они находятся в союзе с профсоюзом работников водного транспорта, который, скажем, другие товарищи заявили бы, что он желтый. Но профсоюз работников водного транспорта, включая тех работников, тех рабочих, которые занимаются механизацией, ремонтируют козловые краны, ремонтируют погрузчики и так далее. И вот в этом профсоюзе находится теперь меньше людей, скажем, на первом контейнерном терминале, чем докеров. Но тогда докеры образовали единый, вместе с этим профсоюзом работников водного транспорта, вместе с профорганизацией, единый представительный орган. Главным является, так сказать, профсоюз докеров, значит, это председатель, а и заместитель председателя единого. Комитеты на все переговоры, они идут на единый, на все действия коллективные тоже идут едино с ПРВТ. А можно было бы, Свети, говорить, ПРВТ это желтый профсоюз, мы светлый, непонятно какой. Хотя, как вы понимаете, и докеры, они не святые. Там есть люди настроенные коммунистически, а больше, конечно, людей настроены так, как настроены люди в грузовном обществе, то есть антикоммунистически. Но, когда, значит, было десятилетие профсоюза докеров, вот там был большой праздник, и товарищи докеры приходили к нам-то с Хведотовым, и к Рысевым, это второй член, и к Тимофееву, это три коммуниста докера, и я там был как консультант российского профсоюза докеров. Они приходили, говорят, можно я хочу с вами выпить за вас. Я антикоммунист, но я хочу за вас выпить. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что мы им оказываем реальную помощь. А вот ни от кого другого они такой помощи не получат. Поэтому я думаю, что если говорить о том, какую тактику выбрать, вот такая кажущаяся тактика, что издать, мы сейчас создадим новый отличный коммунистический профсоюз. Только у вас ни одного коммуниста нет, или два коммуниста на предприятии. Какой же у вас будет коммунистический профсоюз? Ну, три будет коммуниста, все равно это мало. Поэтому профсоюзы, не надо их торопиться создавать, а вот что мы можем сделать, и что нам совершенно никто не мешает делать, это сделать рабочую секцию того профсоюза, который вы считаете там желтым или сиреневым, каким зеленым, голубым, как хотите его считайте. Но вы можете выделить рабочих этого профсоюза и создать секцию. То есть вот все члены профсоюза рабочие собираются в секцию. Кто вам это запрещает делать? Никто. Для этого надо выходить из профсоюза? Не надо. Что-нибудь менять надо наверху? Не надо. Если вы потом получите эту секцию большую силу, это может быть большинство рабочих, большинство в этом профсоюзе, ну, ну, переберете потом председателя профсоюза. Вы же оцениваете профсоюз не потому, кто в него входит, а потому, кто его начальник. Разве это подход, это желтый подход профсоюза. Оценивать надо потому, кто в составе этого профсоюза, а не кто его начальник. Вы по начальнику оцениваете так, как делает буржуазия. Это и есть буржуазный подход к профсоюзам. А вот Ленин говорил, что надо работать в каждом, в самом желтом профсоюзе. А в чем работа? А ну рабочих сорганизуйте из этого профсоюза. А потом, если вы наберете силу, и у вас будет, допустим, 300 рабочих или 500 рабочих, тогда вопрос о том, чтобы взять и уволить рабочего, уже не стоит. Как вы уволите 300 рабочих, это не серьезно, а как 500. Все, вот тогда вы решаете, соберите конференцию, берите все свое руководство. Или сначала сделайте профоргов, изберите других в цехах. А потом, значит, соберите людей на конференцию. Или вы можете конференцию не собирать, собирать подпись. Как большинство соберете голосов по любому вопросу, значит, вы его решили. Этот вопрос связан и с проведением переговоров, и с проведением коллективных судовых споров, и с выделением для переговоров или для ведения коллективных судовых споров какой-то группы. Вот какую вы группу направили, если у вас есть достаточное количество подписей, я бы советовал сделать в двух экземплярах всегда, потому что один могут порвать ваши, как говорят, партнеры. Эти партнеры надо быть очень осторожными. Всегда можно было достать, сказать, ну, конечно, вы порвали, но это были копии. А подлинники вообще не здесь. Можете забрать их себе. Значит, поэтому тактика работы сейчас в современных условиях, как они есть в России, заключается в следующем. Мы живем в буржуазной России, поэтому большинство профсоюзов буржуазные, хотя есть отдельные члены, руководители профсоюзов, которые или коммунистически настроены, или близко к ними настроены, или сотрудничают с коммунистами. Значит, выход какой? Надо создавать рабочие секции профсоюзов. Нам это чем-нибудь грозит? Ничем. Это рабочим чем-нибудь грозит? Ничем. Нужно какие-то бумаги делать? Никаких. Нужно какие-то отдельные, значит, варианты искать? Никаких не надо. Вы создайте рабочую секцию, изберите ее комитет. Это комитет рабочей секции. Вы не претендуете на пост председателя правкома. Вы никого не подсиживаете, пока не подсиживаете. Вот есть председатели рабочей секции. Но вам нужны председатели по другой схеме. Вот если вы берете три сопредседателя, значит, один месяц один председатель, другой месяц другой, третий третий. Если даст жизнь такие возможности, что вы получите большинство в профсоюзе, это будут председатели. Пусть будет три сопредседателя, но каждый один месяц только находится на освобожденной профсоюзной работе, а два месяца он работает вместе, рука в оборку, со своими товарищами. И он не будет так разлагаться, как разлагаются люди, которые... Они же идейно не зрелые, как правило. Это же, вот скажем, люди беспартийные, у них ничего твердого нет. Они погнались, уже хорошая работа, не грязная, не надо переодеваться после нее. И на работу не надо идти, и рано вставать так не надо. Хотя, вот тот же товарищ Моисеенко говорил, что он и субботу, и воскресенье думает о профсоюзных делах, поэтому он записывал себя в рабочие дни. И он среднюю попросил, 1,4 от зарплаты докеров. Докеры в трюме там, в условиях тяжелых и вредных, там, на шроте, или они в мороженый груз перегружают. А он 1,4, а как узнали? Наш товарищ Хигодов, член рабочей партии России, вдруг наружил. У него коэффициент 0,8. А что-то, говорит, много я получаю. Он пошел в бухгалтерию выяснять. Оказывается, 0,8 берется от средней зарплаты, умноженной на 1,1. Ну и, соответственно, 1,4 берется у председателя правкома. А средняя умноженная на 1,1. Вот что, собственно говоря, получалось. То есть, надо уже понимать, что мы это все знаем. Мы знаем, что бывает с председателем правкома. Поэтому средства, да, известные, надо, чтобы люди менялись. Надо, чтобы они не прилипали к рукам это делать. Вот, никто, так сказать, в этом плохого не увидит, если вы будете, если уметь руководить, будут не один человек, а три. Это же хорошо. А два, значит, будут поддерживать его все время. Вот, значит, отсюда вытекает, что главная задача наша, и стратегическая в этом смысле задача, состоит в том, чтобы создавать рабочие секции профсоюзов везде, где мы можем. Почему стратегическая? Потому что у нас цель-то какая? Мы хотим, в конце концов, создать советы и установить советскую власть. Советы будут по какому принципу? По принципу представительства от рабочих коллективов. А раз представительство от рабочих коллективов, прежде всего, от рабочих. Их советовало большинство рабочих. И там тоже секции должны быть рабочих. Чтобы без рабочей секции никто не мог решить вопрос. Обязательно. Их даже наверху, если это будет съезд советов, то вот на съезде советов, если рабочие проголосуют, то проходят. А если не проголосуют, то не проходят. Иначе не будет диктатуры пролетариата. Мы уже это знаем из опыта своего. И знаем, и, как говорится, рабочая партия строго этого принципа придерживается. Поэтому она и существует хорошо, и легко освобождается от тех, кто предает своих товарищей. И главное, что не товарищей, он предает рабочий класс. И от них надо освобождаться. В рабочую партию легко людей принимают, и так легко расстаются с теми, кто против рабочего класса выступает. Поэтому вот задача, которую надо решать. При этом, если вы наберете достаточно большую рабочую секцию, она может быть потом преобразована уже в какой-то другой профсоюз. Если в этом есть необходимость. А чем она должна руководствоваться? У нас есть программа Федерации профсоюзов России, очень хорошая. Там все то, что нужно сейчас. Там и сокращение рабочего дня для 6 часов, и заработная плата на уровне стоимости рабочей силы. И улучшение условий труда, и повышение реального содержания зарплаты, а не просто индексация. Индексация – это возвращение на тот уровень, который был в прошлом году. То есть никогда не будем жить лучше. Всегда будем жить так плохо, как жили вчера и сегодня. Поэтому вот все эти рабочие секции, которые мы будем создавать по предприятиям, все должны руководствоваться одной программой Федерации профсоюзов России, которая проверена. Которая подтвердила свою верность благодаря тому, что вот Федерация, авиадиспетчеры показали чудеса стойкости, чудеса сознательности и колоссально улучшили свою жизнь. Возьмите и послушайте интервью товарища Ковалева, которые записаны и вывешены на... Ковалев – это президент Федерального профсоюза диспетчеров и председатель Федерации профсоюзов России, который интервью давал на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии. Вот мы с ними взаимодействуем. Я присутствовал на учредительном съезде Федерации, там решался в частности вопрос о программе Федерации. Вообще у профсоюзов программы нет, они обычно как бы реактивно действуют. Вот когда вашу жизнь ухудшили, они начинают спасать. Вас уволили, они пытаются восстановить. Ну кого восстановили, а кого нет. А если у вас есть программа, то вы наступаете, ну не все удается, но тогда значительная часть удается. И вот эта Федерация освободилась от дурацкого деления на независимые профсоюзы и свободные. Если ваши профсоюзы независимые, то они независимые от рабочих. Нежелательно, чтобы они были независимы от рабочих. Если они свободные, то они свободные от рабочих. Поэтому я вот когда поздравлял от имени фонда рабочей академии участников съезда Федерации, сказал, что я вот присутствую на таком мероприятии замечательном, когда не свободные тут профсоюзы от работников и не независимые от работников, а зависимые от работников профсоюзы Федерации профсоюзов России. Вот это и нужно, чтобы это был такой профсоюз, который прямо зависел от работников. И с ними работал. И вот эта Федерация, она поддерживала проект Прудового кодекса России, благодаря которому мы имеем прекрасные сегодня условия для организации, коллективной борьбы за свои интересы. Поэтому надо не бросаться создавать маленькие крошечные профсоюзы, которые сейчас съест работодатель. Вот там будет 5 или 7 или 15 человек, их, так сказать, схрумуют. А надо создавать мощные рабочие секции, которые с известного момента могут быть преобразованы в новые профсоюзы. И если они будут так организованы, что у них их характер поддерживался будет, что они не были свободными от рабочих и не были независимы от рабочих, тогда это будет большая сила, на которой можно будет опираться в создании советов рабочих. А советы рабочих по представительству от забастовочных комитетов, предприятий. А чтобы были забастовочные комитеты, надо, чтобы была забастовочная борьба. За что? За улучшение своей жизни. А если нет забастовочной борьбы, то если люди не могут побороться даже за такие вещи, ни о какой другой власти речи быть не может. Поэтому нечего об этом болтать и говорить. Поэтому весь вопрос упирается в борьбу. Борьбу прежде всего. Начинается она как экономическая, а потом она перейдет уже и в политическую. Но она перейдет. Не надо, так сказать, забегать вперед и думать, что от того, что мы, скажем, создадим 5 или 7 человек, мы продвинулись сильно вперед. Мы не продвинулись сильно вперед. Поэтому стратегия такой борьбы и тактика борьбы в профсоюзном движении рабочей партии состоит в том, чтобы поддерживать создание рабочих комитетов во всех профсоюзах, до которых мы можем добраться. Вот давайте будем это делать. И будем постепенно потом преобразовывать эти рабочие секции в новые профсоюзы. И с новым руководством. И, кстати, с таким руководством, которое сменяется, чтобы было вот эти три сопредседателя. Из них каждого можно было подойти, когда он будет два месяца не работать, освобожденного. И, так сказать, подойти и по спине погладить, чтобы он не взорвался. Вот тогда будет хорошо. Соответствующее предложение, как консультант российского комитета рабочих, я направил и в рабочую комиссию рабочей партии России, и в оргкомиссию рабочей партии России, к организаторам в оргкомитет съезда. И вот это выступление рассматриваю как некое обоснование своих предложений. И думаю, что требуется соответствующее решение российского комитета рабочих, которое будет 20-21 числа. Должен сказать, что народ реагирует на это. Мне буквально подавчера позвонил рабочий с Петербургского тракторного завода, сказал, как связаться, куда приехать. Я говорю, а вы знаете, там делегировали, 5 человек. Да, да, мы знаем, надо делегировать, куда ехать. Мы делегируем. То есть люди понимают, что надо соединяться, что люди, которые объединены, они все, а разъединенные – ничто, их можно разбить по-одиночке. Поэтому, а рабочих больше, чем буржуазии. Поэтому, если рабочие соединятся, они будут побеждать. А если они будут плодить крошечные профсоюзики, которых можно удавить, то их и будут душить. Вот, собственно, что я хотел сказать и пожелать успеха российскому комитету рабочим России в их борьбе за их жизненные интересы. Успехов в борьбе, товарищи! Уважаемые товарищи, по данному вопросу есть проект постановления, подготовленный консультантами о создании рабочей секции профорганизации. По нашей практике мы зачитываем, потом записываем проект постановлений. Для чего, значит, ведется его запись? Для того, чтобы мы его принимаем за основу, чтобы потом поработать с текстом. Если у кого-то есть какие-то правки, с этими правками они могут обращаться к докладчикам или к научным консультантам. Потом эти правки, значит, рассматриваются, принимаются или не принимаются. С учетом этих правок мы уже принимаем постановление в целом. Вот такой механизм у нас работает, поэтому я позволю себе зачитать проект данного постановления. Постановление Российского комитета рабочих о создании рабочих секций профорганизаций. В целях преодоления подчинения профсоюзных организаций работодателям, стремящимся к образованию карбанных профсоюзов, Российский комитет рабочих рекомендует в инициативном порядке создавать в профорганизациях рабочие секции, берущие в свои руки составление и продвижение прогрессивных проектов коллективных договоров. Организацию коллективных трудовых споров за улучшение условий труда и оплаты работников. В этой работе надо руководствоваться программой Федерации профсоюзов России и задачей коллективных действий. Еще раз напомню, что программа задачи коллективных действий принята большинством рабочих профсоюзов. Где-то она выполняется, где-то ей руководствуются. Также она вывешена на сайте ФРАЯ Фонда рабочих академий. Уважаемый товарищ, предлагается данный проект постановления принять за основу. Кто за, кто против, воздержавшись единогласно. Напомню, что с поправками по данному вопросу обращаться или к Михаилу Юрьевичу Гриневу, докладчику нас, или к нашим научным консультантам. Это товарищ Золото, товарищ Дегтярев, товарищ Юрко. Да. Уважаемые товарищи, есть предложение дать слово председателю мандатной комиссии, товарищу Федину, для того, чтобы озвучить момент регистрации. Все, кто просите, пожалуйста. Конечно, такая должность. Федина Андрея Анатольевич, город Королёв, рабочий, оператор станковщиков, председатель мандатной комиссии. На сегодня зарегистрировалось у нас 19 человек с решающим голосом, рабочих, делегированных. Вот. И 20 человек приглашённых. География такая, что у нас и Самара, и Электросталь, Ленинград, Нижний Новгород, Саратов, Киров, Свердловск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Королёв. Такие предприятия представлены люди, как работники ПАО, Т-Плюс, Самарский филиал, Самарская ГРЭС, ПАО, Федеральная сетевая компания, Единая энергетическая система, АО, Петербургский тракторный завод, АО, Металлургический завод, Электросталь, СПБ, ГУП, Пассажиры Автотранс, АО, Конструкторское бюро, специальное машинное строение, СПБ, Нижегородское ПАО, Гидромаш, ООНПП Мера Королёв, Привет, Королёв! Экспериментальный производительный комбинат Уральского федерального университета, Муниципальное предприятие торгового округа Самара, Троллейбусное управление, Городского троллейбуса, Поняли, короче, да? Здесь сокращенно. Уральский горно-металлургический комбинат Сталь, АО Киров, Киров Энергомаш, АО Комбайновый завод Росельмаш, Ростов-на-Дону. Вот такая примерно география на сегодня. И такое количество товарищей делегированных и слушателей. 19, 20. У нас количество делегированных с решающим голосом Подтягивается к количеству с нерешающим голосом. В принципе, это хорошая тенденция. Будем надеяться, что так и будет рост происходить. Тихонько. Спасибо. Как бы все. Спасибо. Уважаемые товарищи, Есть предложение утвердить отчет мандатной комиссии. Прошу голосовать. Кто за, кто против, Сдержавшись. Недогласно. Спасибо. На вови ставайте, Шеверни скрытайте, На битву шагайте, 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 Продолжение следует...